По продвижению Украины в ЕС будем говорить с Игорем Рейтеровичем, политологом, он уже с нами на связи. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Итак, давайте еще раз озвучим главные месседжи от президента Украины Владимира Зеленского и Роберта Мецола, президента Европарламента. Итак, Владимир Зеленский говорит, что Украина уже стремится, уже в этом году стремится завершить выполнение рекомендаций Еврокомиссии и начать переговоры по вступлению в Евросоюз. Роберта Мецола, в свою очередь, говорит, когда мы говорим Украина, ЕС, ЕС, Украина, это означает, что переговоры о вступлении должны начаться как можно, скорее, надеемся, до конца этого года. Мы поражены прогрессом Украины по выполнению семи пунктов рекомендаций Еврокомиссии. Так, если все так поражены и все так готовы уже завершить выполнение рекомендаций, то почему не определена дата начала переговоров? Четкая дата, до конца 2023 года. 31 декабря 2023 года, это тоже 2023 год. Смотрите, дата будет определена тогда, когда Украина окончательно выполнит вот эти семь пунктов рекомендаций. Некоторые из них могут просто затянуться на несколько месяцев. Некоторые уже давным-давно проголосованы, поэтому тут действительно есть такой определенный разнобой. Но это разнобой абсолютно объективного характера. Надо понимать, что там есть достаточно серьезные требования, которые касаются, например, судебной реформы. И этот процесс, он объективно требует времени для модернизации, например, нашей судебной системы. Или завершения процесса отбора судей для того, чтобы они могли принимать решения по каким-то ключевым делам, которые имеют отношение не столько даже к интеграции в Европейский Союз, столько вообще к нормальному функционированию нашей судебной системы. Поэтому здесь нет ничего удивительного, что представители и Европейского Союза, и представители нашей власти говорят о том, что это может быть в 2023 году, но пока не называют какие-то конкретные даты, потому что они достаточно такие гибкие, могут меняться. Конечно, будем надеяться, что они будут меняться в сторону уменьшения, то есть как можно быстрее будет оглашено о том, что семь пунктов уже выполнено окончательно, и Украина может официально подавать заявку о начале этих переговоров и начале процесса уже финальной такой интеграции, которая, конечно, в свою очередь может также растягнуться на достаточно длительный период времени, но это абсолютно нормальный процесс, через который проходило большое количество стран, которые так или иначе, ну, рано или поздно интегрировались в Европейский Союз. Причем давайте не будем забывать, что в этих странах не было, например, войны, против этих стран не воевала Российская Федерация, поэтому в каких-то вопросах они находились в более выигрышной, в более лучшей ситуации, чем Украина. С другой стороны, вот те процессы строительства повоенного, которые обязательно будут после нашей победы, модернизации вообще в нашей экономике, мне кажется, они будут не столько даже затягивать темп интеграции в Европейский Союз, сколько, наоборот, будут их ускорять. Почему? Потому что это будет абсолютно уникальный случай, когда страна сразу после войны и параллельно с войной, по большому счету, завершает процесс интеграции в Европейский Союз, и, скорее всего, отношение в этом плане к Украине будет совсем другое, то есть более позитивное, поскольку они видят, какие усилия мы прикладываем на этом пути, и понятно, что реакция будет гораздо более лояльная, чем по отношению к некоторым другим странам, которые десятилетия готовились к интеграции, и потом десятилетиями интегрировались в ЕС. Я уверен, что у Украины этот процесс будет гораздо быстрее. О выполнении этих рекомендаций, самореакции Европейского Союза, говорила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишна. Давайте услышим, что она рассказывала. Сейчас мы завершили необходимые шаги в семи актуальных направлениях. Борьба с коррупцией, верховенство права, СМИ, плюс все, что касается прав и свобод граждан. Теперь ждем оценки Еврокомиссии и ее дальнейших рекомендаций. Весной будет предварительный отчет. Исходя из этого, все, что мы должны сделать со своей стороны, будет сделано до конца года. Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. Вы говорите о более позитивных настроях Европейского Союза. Как думаете, в этом весеннем промежуточном отчете чего там ожидать? Ну, там следует ожидать, что некоторые пункты Украина полностью выполнила. Никаких претензий и замечаний к ним нет. Возможно, по некоторым пунктам будут некие там замечания. Но смотрите, к таким замечаниям надо относиться абсолютно спокойно. Это нормальный рабочий бюрократический процесс. И понятно, что сразу выполнить все пожелания и требования достаточно сложно. в силу того, что это требует внесения огромного количества изменений, например, в действующее законодательство. И понятно, что когда эти изменения вносятся, это тянет за собой последующие изменения, опять-таки, нашего национального законодательства. Это только то, что мы берем, например, в контексте работы непосредственно Верховной Рады, которая будет голосовать за те или иные законы. Но потом эти законы опускаются на более низкий уровень. И, соответственно, их нужно согласовывать с большим количеством других нормативно-правовых актов, которые касаются тех или иных сфер общественной жизни. И они касаются вопросов и децентрализации, и экономического развития, и гуманитарной политики, и массы каких-то других вещей. Поэтому все вот эти промежуточные отчеты и промежуточная реакция, которая будет со стороны ЕС, это нормальные рабочие документы, которые Украина, конечно, будет принимать во внимание. И достаточно оперативно вносить еще какие-то изменения. Тем более, тут надо отдать должное Европейскому Союзу, когда они такие документы готовят, они не просто содержат какие-то критические замечания, они сразу содержат там механизмы решения той или иной проблемы, каким образом это надо исправить, указаны какие-то там сроки. Поэтому я думаю, что здесь особых каких-то больших проблем не должно возникнуть. Ну а по некоторым пунктам, которые касаются вопросов, связанных с регулированием деятельности, например, средств массовой информации, прав и свобод национальных меньшинств и этнических меньшинств, в принципе, мы там принимали в этой сфере определенные законы, мне кажется, особо замечаний вообще никаких не будет, потому что на сегодняшний день уже было отмечено представителями Европейского Союза, что Украина там на максимальный балл выполнила домашнее задание и внесла все необходимые изменения. Понятно, что может быть еще отдельная позиция каких-то стран, ну, например, там той же Венгрии, которая может попытаться воспользоваться ситуацией для того, чтобы выбить себе какие-то дополнительные преференции, но это даже не столько будет касаться Украины, сколько внутри европейских каких-то дел и желание напомнить о себе, желание получить какие-то дополнительные там преференции, бонусы. Поэтому к этому тоже надо быть готовыми и достаточно спокойно по-рабочему, скажем так, к этому относиться и выполнять, прежде всего, те задачи, которые на сегодняшний день стоят перед нашей страной. Здесь, ну, мне кажется, все европейцы на сегодняшний день абсолютно солидарны, что Украина оперативно справляется с этими задачами, несмотря на то, что у нас есть, ну, объективные обстоятельства в виде широкобасштабной войны, которую ведет Россия против Украины, но, тем не менее, с точки зрения внесения всех необходимых изменений, ну, мы, как минимум, не отстаем от графика, а, возможно, дальше будем идти с определенным опережением. Ну, и также есть еще один прогноз от премьер-министра Украины Дениса Шмагаля, он уже об этом говорил, но, тем не менее, еще раз озвучу. Он считает, что Украина может подготовиться к вступлению в Евросоюз за два года, несмотря на то, что другим странам понадобилось на это до 10 лет, поскольку процесс интеграции идет уже давно. Об этом он сказал в интервью немецкому изданию «Фокус». Давайте сейчас послушаем и продолжим. Мы начали движение в ЕС не вчера и не в июне прошлого года. Этот процесс интеграции продолжается давно, поэтому мы считаем, что это амбициозная, но реалистичная цель, и мы можем получить консенсус европейских государств в ближайшем будущем. Когда война закончится, мы хотим жить в европейской, развитой и цивилизованной стране, и мы точно знаем, что для этого нужно сделать. Мы объединены в обществе и правительстве, и поэтому можем быстро принимать и утверждать европейское законодательство и нормативные документы. Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины. Итак, два года прогноз на вступление в Евросоюз. И еще бы я хотел немного вернуться к цитате Стефанишиной, вице-премьера-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, в частности, ее цитата о борьбе с коррупцией и верховенстве права в Украине. Понятно, что нельзя взять и побороть коррупцию вот так, или полностью реформировать судебную систему. Это очень длительный процесс, фактически эту систему нужно реформировать чуть ли не постоянно, потому что я всегда задаю вопрос, а там, например, в той же Венгрии, в которой вы вспоминали, что нет коррупции, например, или там идеальная судебная система, или в Румынии, например, там нет коррупции. Идеальная судебная система. Соответственно, хотелось бы понять, что будет мерилом успешности, например, вот борьбы с той же коррупцией, сказать, вот да, это хороший уровень борьбы с коррупцией, а это хороший уровень судебной системы, есть верховенство права. Что будет мерилом? И вот два года реально ли? Ну, касательно давайте реально или нереально, с одной стороны, вот тут абсолютно можно согласиться с нашим премьер-министром, который говорит о том, что Украина этот процесс интеграции начала не вчера, и даже не в 2014 году. То есть определенные какие-то уже изменения вносились, начиная там с начала 2000-х годов, и в определенных сферах на сегодняшний день Украина не то, что соответствует всем критериям Европейского Союза, а даже опережает. Например, если мы берем вопросы, связанные с цифровизацией, вопросы в определенной мере связанные с процессами децентрализации, здесь к нам нет никаких претензий, претензий, и в принципе Украина может даже где-то показывать пример многим европейским странам, как эти вопросы необходимо решать. Что касается мерила успеха, если мы говорим про борьбу с коррупцией, то уже в ближайшее время Украина может сделать один очень важный шаг, который будет хорошим таким маркером и показателем, когда у нас будет официально избран глава Национального антикоррупционного бюро Украины. То есть это важная структура вообще всей архитектуре антикоррупционной борьбы. Когда этот человек будет назначен, на сегодняшний день там уже отобраны кандидатуры, поэтому процесс перешел уже в стадию такую бюрократическую, и необходимо просто решение, которое потом должным образом будет формализовано. Ну и, соответственно, после этого те дела, которые открываются в Украине, даже во время войны, то есть мы видим, что борьба с коррупцией, она не заканчивается, и война не является индульгенцией от того, чтобы не проводить какие-то расследования. Вот если часть из них хотя бы будет доведена до логического завершения, ну в виде решений судов, причем решения судов, тут надо понимать, это же европейская практика и мировая практика, они могут быть разными, они могут как, скажем так, быть обвинительными, так и, в принципе, оправдательными. Здесь нет ничего плохого, главное, чтобы эти решения были, и было видно, что дела доведены до какого-то логического завершения. Вот если определенная часть этих дел будет как раз уже передано в суды и оперативно там рассмотрено, в принципе, мне кажется, Украина сможет продемонстрировать определенные успехи в борьбе с коррупцией. Плюс тут мы возвращаемся к восстановлению публикации деклараций чиновников, депутатов и так далее, ну и массы других тех вещей, которые действовали у нас в принципе до войны, но в силу объективных обстоятельств на определенный период они были заморожены. Сейчас этот процесс будет как бы интенсифицирован и они опять начнут на практике все эти дела доводиться до какого-то логического завершения. Когда мы говорим про судебную систему, здесь, конечно, все сложнее. Я абсолютно согласен с тем, что это вечный, по сути, процесс, перманентный, но с другой стороны у нас уже созданы на сегодняшний день комиссии, которая занимается отбором судей. Сейчас необходимо внести определенные изменения в законодательство и Верховная Рада над этим достаточно активно работает, причем прислушиваться к тем рекомендациям, которые нам дают представители европейских институций, ну по поводу того, какие должны быть законы, какие изменения в эти законы необходимо вносить. И если у нас в той или иной мере будет восстановлена работа судов, которая опять-таки, давайте не будем про это забывать, в некой мере была приостановлена из-за боевых действий. То есть тут опять-таки есть объективный определенный фактор. Так вот, если она будет восстановлена, мне кажется, Украина как минимум сможет себе в актив записать восстановление работы судебной системы. Ну а главным маркером по факту будет приход в Украину, например, иностранных инвестиций, еще до даже окончания войны в контексте восстановления Украины. Почему? Потому что иностранный бизнес, европейский в данном конкретном случае, он всегда приходит только в те страны, в которых уверен, что есть верховенство права. На сегодняшний день активные достаточно переговоры ведется с массой компаний европейских на очень серьезном уровне, которые общаются с представителями нашей власти, которые уже сейчас готовы инвестировать в восстановление и модернизацию экономики Украины, потому что мы эти два процесса можем совместить. И как раз вот западный бизнес говорит о том, что мы ждем еще буквально какой-то непродолжительный период времени, когда вы там примете некие изменения в законодательство, которые улучшат работу судебной системы, и тогда у нас просто будет больше гарантий, что все хорошо будет с нашими инвестициями, и мы готовы будем инвестировать. Вот это будет самый лучший маркер желания этих компаний и различных государственных институций Европейского Союза инвестировать в Украину, вкладываться в ее восстановление, начинать какие-то общие совместные проекты, потому что это будет свидетельствовать о том, что у нас нормальная цивилизованная судебная система, которая готова защищать права тех людей, которые будут инвестировать в Украину. Очень важный момент, который будет после победы Украины, это, конечно же, вопросы о наказаниях всех военных преступников. И вот звучало мнение, что Путин и другие виновные в военных преступлениях будут привлечены ко всей ответственности, необходимой в то время, как Украину ожидает светлое будущее в составе ЕС и НАТО. Об этом говорила премьер-министр Финляндии Санна Марин. И по ее словам, Европа никогда не бросит Украину и будет посылаться в страну больше тяжелой боевой техники для противостояния агрессии Российской Федерации. Давайте услышим и продолжим обсуждение. Россия проиграет эту войну. Это нелегитимная война. Ответственность за нее лежит только на России. Каждый день в Украине Россия убивает мирных жителей. Намеренно убивает мирных жителей. Людей насилуют, детей массово депортируют в Россию. За все эти действия виновные также должны быть наказаны. Российскому руководству, Путину, это тоже не сойдет с рук. Финляндия поддерживает все усилия по привлечению виновных в этих ужасных преступлениях к ответственности. В том числе и российское руководство. Санна Марин, премьер-министр Финляндии, в интервью Иль. А как думаете, поможет ли вступление Украины в Европейский Союз вот с этим процессом специального трибунала наказания военных преступников? Возможно, это как-то там с законодательной стороны будет способствовать? Или просто со стороны поддержки? Смотрите, с одной стороны это как бы разные процессы, с другой стороны они параллельны. Потому что понятно, что если мы модернизируем свою судебную систему в контексте интеграции в Европейский Союз, это открывает перед нами дополнительные возможности для более оперативного создания и начала работы, в том числе того международного трибунала, о котором мы говорим. Почему? Потому что участие в этом трибунале так или иначе будут принимать представители национальных юстиций, в первую очередь стран Европейского Союза. Понятно, что там речь еще идет о большой семерке, но страны Европы здесь будут играть ключевую роль. Германия, Франция, другие, которые готовы будут и прокуроров своих, в принципе, предоставлять для этого трибунала, и экспертов, которые будут заниматься, и криминалистов, и правоохранителей, которые будут заниматься, и уже сейчас, кстати, занимаются сбором этих доказательств и очень помогают в этом плане Украине. Мы можем вспомнить, например, миссию французских жандармов, которые приезжали в нашу страну и помогали расследовать преступления, которые российская армия совершала, например, в Буче. Поэтому в этом контексте наша интеграция, конечно, позволит нам более оперативно и более эффективно создавать структуры типа международного трибунала, возможно, их, кстати, будет несколько, и начинать уже какие-то конкретные действия с привлечения в дальнейшем виновных к ответственности. Да, мы, конечно, должны при этом понимать, что на первом этапе, скорее всего, это будет заочное правосудие, но это не отменяет того факта, что оно должно быть. То есть эти дела уже должны не просто рассматриваться, а должны рассматриваться в определенной институции, по ним должны выноситься определенные решения, а потом уже мы начнем разрабатывать и внедрять в жизнь механизмы непосредственного привлечения виновных к ответственности через систему Интерпола, через систему оглашения международный розыск, ну и массу других инструментов, которые на сегодняшний день, в принципе, есть как у национальных юстиций, так и межнациональных юстиций, что позволяет этих виновных так или иначе к ответственности привлекать. И поэтому в этом контексте та же интеграция в Европейский Союз нам просто предоставляет дополнительные шансы и дополнительные возможности ускорить и оптимизировать этот процесс и в результате достичь того результата, на который, безусловно, рассчитывают все украинцы. Это наказание всех причастных прямо либо косвенно, здесь на самом деле не важно, это просто разная степень вины, но это именно вина со стороны Российской Федерации, которые совершали военные преступления в Украине. Игорь, благодарим вас за такие развернутые ответы, за этот анализ по движению Украины в Европейский Союз. Политолог Игорь Рейтерович только что был на связи со студией.